Приветствую вас, Анна. Давайте разберем ваш вопрос. Итак, год назад закончились двухлетние отношения. До этого 16 лет я беспрерывно находилась в отношениях. Я вот, честно говоря, не очень здесь понял, а вы сейчас совершеннолетняя или нет? То есть вы говорите, что год назад закончились двухлетние отношения. Нет, вы совершеннолетние, а это я понял, просто со счетом не очень. Просто это первые отношения у вас закончились двухлетние год назад или еще какие-то были. Я беспрерывно находился в отношениях. Я очень зависимый от них. Не буду с необходимым мужчиной, которого я смогу любить постоянно общаться и не чувствовать поддержку и опору. А вот откуда такая потребность? Из чего она, собственно, происходит эта потребность? Просто, чтобы мужчина был рядом, чтобы вы его любили, чтобы чувствовалась поддержка, чтобы чувствовать поддержку и опору. Вот. То есть вот, на мой взгляд, надо бы это поисследовать, потому как это важно. Либо вы любите через мужчину себя, ну вот такого потенциального мужчины. Вы любите себя, ну вы можете любить себя. Вот. Либо у вас здесь есть некая трудность соцом. Вот. Но тот факт, что вы нуждаетесь в отношениях, в мужчинах, говорит о том, что у вас вы не совсем самодостаточны, скажем так. Вот. Такая история. Так. Как бы я ни пыталась отличься, всё время думаю о том, что я одна. Но здесь либо внутренний, или внутренний аспект, что вы одна. Так это аспект именно того, что вы не самодостаточны. Да, да, да. То есть вам, ну, наедине с собой некомфортно. Либо это, ну, такой вот, знаете, социальный аспект. То есть одной быть плохо. Можете выдумать, например. Вот. То есть это другой момент. Ну, на мой взгляд, нужно разобраться, конечно, в том, почему вы не можете быть одна. То есть вот, почему вы всё время думаете, что вы одна, и с чем это связано. Вот. Может быть наоборот, вы, вы привыкли. Ну, вот. К постоянному пребыванию рядом тех же родителей своих, например. И пытаетесь, вот, к мужчине найти родителей. Вот. К которому привыкли. Да. Ну, вариантов просто здесь очень много на самом деле может быть. И мне бы, наверное, вот не хотелось бы как-то, ну, как-то гадать. Да. Сейчас. Возможно. Именно гадать не хотелось бы. Больше хотелось бы, ну, конкретной информации о вас. Вот. Дальше. Так. На учебе, работе, занимаясь своими делами, всё равно постоянно мне грустно и одиноко. Ну, это не принятие себя. Вы, вот, здесь вам само собой не комфортно. А причина, ну, может быть, слишком вы на себя много берёте. То есть, вы, я так понял, вам девятнадцать лет, да, а вы уже работаете и учитесь. То есть, может быть, слишком много вот на себя выберёте и вам по факту просто тяжело. Очень. Может быть, в этом дело. Может быть, дело в чём-то ещё. Вот. Но право в том, что это нужно в любом случае следовать. Потому что отношения вы таким образом не построите. Вот. Именно таким образом. Дальше. Друзей предостаточно. В этом году я пыталась связать отношения шесть раз с людьми, которые просыпались с чувства. Ну, а какие это чувства? Понимаете, чувства – это одно к людям, а отношения – это совсем другое. А, сами люди – это третье. Понимаете? Ага, так, значит. Я проанализировал предыдущие отношения. Пора не допускать ошибок специально новых. Здесь, наверное, ошибка, скорее, в том, что вы отношения хотите. Вот. Ну, оно вообще как таковых хотите отношения. Вот. И в этом моя ошибка, на самом деле. То есть вы слишком, ну, нацелены именно вот на людей в данном случае. Вот. Тогда как, чтобы быть интереснее, да, нужно ориентироваться на себя. Понимается, да, о чем я говорю? Дальше. Так. Как бы я ни был отдельно, мне отвергало. Это вот очень интересный момент. То, что вы, вот, ну, то, что вы пишете – это очень интересный момент. Потому что идея здесь в том, что вы себя отвергаете сами. Вот. Скорее всего, вы себя сами отвергаете. И это, ну, чувствуют люди, которые вот с вами общаются. Это чувствуют люди, которые с вами взаимодействуют. Вот. Это чувствуется. И, соответственно, они вам, как бы, отражают, условно говоря, то, что вот вы, ну, сами, да, к себе испытывают. По большому счёту. Поэтому здесь нужно смотреть именно на то, как вы к себе относитесь. Здесь нужно смотреть именно на то, как вы себя сами воспринимаете. Вот. И дальше уже корректировать свое поведение. Вот. Может быть, проблемы имеют более глубокий характер в плане, например, того, что вы себя изначально чувствовали отвергнутой. Вот. То есть, и как раз таки, вот, с мужчиной вы хотите быть вместе. Да. Именно для того, может быть, чтобы снова и снова, ну, как-то, демонстрировать, да, что, ну, что вы не отвергнуты, что вы любимы. То есть, такая вот попытка, ну, компенсировать. Ага. Такой вот негатив, который у вас, ну, возможно, имеет место, имеет место быть. Так или, так или иначе, а, так или иначе, тот факт, что вы, а, именно, ну, переживаете отверженность, а, это, конечно, не случайно. Вот. Значит, не случайно, а более того, это, довольно такое, серьезное системное чувство, серьезное системное переживание. Вот. Которое, которое, ну, вам может двигаться достаточно силы. Вот. А, дальше. Так. Значит, ну, да, и вы не идеально. То есть, идеально быть нельзя. Идеально не получится. А, потом я стал за собой, своими недостатками результата ноль. Ну, понимаете, а, лично мне, вот, лично мне, а, несколько, сложно представить себе человека, который, например, является самим собой, при этом, ну, грубо говоря, хочет какого-то результата. Вот. То есть, лично мне, это, как кажется, самим, самим. То есть, уже, сам, сам факт того, что вы, а, ожидаете какого-то результата, уже свидетельствует о том, что, ну, не собой вы являетесь, не сами собой вы являетесь, ну, в этой, вот, ситуации. Вот. Так что, это очень важный момент. Далее. Так, я проработал в себе комплекс мамы, как именно, очень долго страдал от низкой самооценки, и у меня перепадное настроение по пять раз в день, ну, этим нужно работать, это эмоциональный интеллект, перепадное настроение, а самооценка, это, в общем-то, оценочные и, как сказать, личные суждения, стереотипные, в том числе, по отношению к себе. Ну, и, какие-то, вот, вещи, которые вы принимаете, безусловно, да, без скрытий. Чувствуй себя безумно одиноко. В чём? То есть, чего вам не хватает в себе самой? Что во мне не так? Ну, я разбирался. Моя ошибка в том, что быстро начинается тест. Возможно, проблема в этом. Я не знаю, что моя ошибка. Опять же, как мне кажется, в той же постели, да, вот в той же постели, самой по себе ничего плохого нет. Именно в самой по себе постели. Но, если от неё, от постели, нужно чем-то ожидать. Если вы от постели чего-то ожидаете, да, если вы от постели чего-то ждёте, ну, ждёте, там, например, дальнейших отношений, ну, продолжение отношений, то это, да, это проблема. Вот. Это действительно очень серьёзная проблема. Вот. Потому что мужчины относятся, ну, к постели, да, они относятся по-своему, по-своему, как-то, вот. Поэтому тут, вот, наверное, нужно сказать вам о том, что, если вы решаете заниматься сексом, допустим, с человеком, то ожиданий вам лучше не иметь никаких, ну, по крайней мере, именно от секса. Вот. Либо не заниматься вообще сексом. Вот. А так, мне кажется, что вы пытаетесь, вот, в том числе, да, через секс человека-человека к себе привязать. Вот. Вот. Что не является чем-то, ну, позитивным для вас, например. На мой взгляд, по крайней мере, не является чем-то позитивным для вас. Вот. Вот. Такой вот нюанс здесь есть. Так. Сейчас я общаюсь с парнем, с которым у нас всё как в отношениях, но мы не вместе. Ну, а как так получилось, что вы в отношениях, но не вместе? То есть, опять же, это вы как-то к этому пришли? Так. Дальше. Боюсь, что он меня ответнет. Страх отверженности – это из детства, из отношений с родителями. Так. Переживаясь. Так. Здесь вы боитесь. Смогите разобраться к себе. Поможем. Поможем. Обратите внимание на те вещи, которые я сказал, и, соответственно. выбирайте себе специалиста и начинайте работать со специалистом. Вот. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго.